Всем привет! Блицкрик Третьего Рейха на территории Советского Союза 1941 года никак нельзя было назвать непринужденной прогулкой. Среди причин, которые сдерживали тактику молниеносного продвижения, была непроходимость дорог средней полосы. Масса из грязи и воды была настолько вязкой, что нередко даже гусеничные тягачи становились малоэффективными. Именно поэтому немцы решили создать машину особой мощности. Вот только оказалось, что расход топлива у такого автомобиля просто запредельный. История этого уникального тягача началась с заказа Верховного Командования Третьего Рейха Фердинанду Порше, который должен был заняться разработкой нового вездехода. Согласно задумке немецких военачальников, машина должна была быть способной преодолеть непроходимое бездорожье. Эксплуатация тягача планировалась в первую очередь на просторах Восточного фронта. Построили ожидаемый вездеход к 1942 году. Он получил название Порше 175. А когда производство тягача наладили на заводе Шкода в оккупированной Чехословакии, его снабдили еще одним названием Шкода РСО. Конструктивно Шкода РСО была похожа скорее на трактор, чем на вездеход. Машину отличали огромные монолитные полностью стальные колеса, чей диаметр достигал 1,3 метра. Они даже оснащались резиновым покрытием. Ширина же колес составляла впереди 30 сантиметров, сзади 40 сантиметров. Соответственно и дорожный просвет Шкоду был не маленьким, около 450 миллиметров. Зато длина была относительно небольшой. Для автомобиля этого класса 6,2 метра, высота 3 метра, а ширина 2,3 метра. Общая масса Шкода РСО составляла примерно 7 тонн. А в движение этот гигант приводился четырехцилиндровым двигателем объемом 6 литров и мощностью 90 лошадиных сил. Снабдили тягач и другим мотором. Двухтактным, а позитивным, который представлял собой половину мотора от Volkswagen, жег. Последним был необходим для старта основного силового агрегата в условиях низких температур. Во время испытаний 1942 года у вездехода был выявлен целый ряд недостатков, которые значительно сказывались на проходимости тягача в сложных условиях. Среди технических проблем и неточностей особенно выделялись две. Машина сильно буксовала во время подъема на уклон, а также у нее была низкая полезная нагрузка. Однако Шкода РСО все-таки был рекомендован к серийному производству. Это решение одобрил лично Адольф Гитлер. Справедливости ради следует отметить, что тягач все же отправили на модернизацию и она решила некоторые проблемы. Так, например, машина оказалась способна лучше справляться с бездорожьем, перевозила до 4 тонн груза, а также буксировать прицеп массой в 5 тонн. Но такие мощности стали причиной еще одного серьезного недостатка. У тягача был просто запредельный расход топлива. Если Шкода РСО двигалась по ровной поверхности, ей требовалось около 200 литров на 100 километров. Но как только она попадала в бездорожье, этот показатель возрастал по сути втрое, до 500-600 литров. А объем стандартного бака тягача при этом составлял всего лишь 250 литров горючки. Среди других причин такого огромного перерасхода топлива называли также те самые полноприводные шасси. Большие полностью стальные колеса было очень трудно привести в движение. А ведь машина, по некоторой информации, могла ездить с максимальной скоростью всего лишь в 18 километров в час. История огромного вездехода немецкого производства оказалась незавидной и недолгой. По иронии судьбы, тягач, который создавали специально для войны на Восточном фронте, туда даже не доехал. Почти все произведенные Шкода РСО количеством в 206 единиц отправились на Западный фронт, в Ардены. А там почти в полном объеме были потеряны во время отступления немцев. При этом сохранились свидетельства, что Шкода РСО использовали на территории ГДР вплоть до 1960-х годов. А с вами был Сергей Малиновский. Здесь только самые интересные факты. Подписывайтесь на канал. До скорого.